Мы уже привыкли, что все видосы я начинаю с парковки, но не сегодня. Мы приехали на пляж Найхарн. Если вдруг соскучились, вот смотрите картинку. Сегодня отличная погода, светит солнце, но периодически я буду вот так вот хрипеть. Мне очень тяжело записывать влоги. О, слышите, да, как у меня голос поменялся? Иногда раздупляется, а иногда снова начинаю хрипеть. Вот прям в моменте вроде все окей. Знаете, со стороны может показаться, что у нас очень рутинные дни, но на самом деле от такого разве можно устать? Это очень красиво. Смотреть на море каждый день, я даже не знаю, что может быть лучше в плане локации. Горы. Здесь, конечно, вообще огонь. Мы сейчас проедем вон туда еще вперед. Там вроде тоже был неплохой день. Очень классная локация. Много камней, волны бьются о них. Выглядит красиво. Сейчас подойду, покажу вам. Конечно, после московской зимы смотреть на такой немножко завидно, я согласен. Блин, ну, я желаю вам тоже путешествовать и смотреть на эту красоту. А вот на фоне у нас Найхарм. Мы проехали чуть дальше, вот так вот по дороге. Сколько у тебя тут, а? Прикольно. Have a nice day? Немножко плохо по-английски говорить. Я говорю, начинающий. Двух слов связать не может. Но все равно мы друг друга поняли. Я говорю, а что рыба-то ням-ням? О! Обожаю, смотрите, когда пена. И я отвлекся. Так вот, я вам говорю, что рыба-ням-ням? И он начал на жирке показывать. Снова вам хочу волны показать. Сейчас еще одна наберется. Клево. Да. Что-то он передумал. А еще здесь эти, раки, нет, не раки, крабы. Крабы постоянно ползают. Ну, тут их много. Я просто, когда первая прошла до тебя еще сюда, подхожу к краю и, не знаю, штук семенами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Клево. Господи, сколько их так много? Господи, откуда я их всех. И ты им хэллоу скажи. Хэллоу! Хэллоу! Ну, какие классные. Катюк, сейчас начнется пора, когда мы будем ныть целыми днями. Как жарко, как жарко, горят руки. У меня прям беда. Не знаю, передает ли камера. Будто бы чуть-чуть похуже даже стало. У Катюки красные коленки от того, что на байке катается. Вот это уже сильно горит и чешется. Хэллоу и Вера каждые три часа, по-хорошему. О, хорошо, что есть водичка не из холодильника. Так, где моя любимая Синга? Так, ее будто бы нет. Только полторашки, но я не хочу. Блин, а это целый блок. 65 бат. 12 штук. Не, мне такой не надо. Обрадовался. Придется с хладоса брать. Целый блок там не нужен. Что-то понравилось тебе? О, смотри. Да я просто смотрю от того, что, смотри, сравни за чем отличаются, но у нас вот эти вот ямы не 40 бат стоят. У нас очень дорого. Смотри, я даже не знал, что гранола появилась у Келлокса. Самые вкусные, я считаю, хлопья, которые есть. Не знаю, полезные они или нет. Ну, мне очень вкусно. Я бы потом как-нибудь на завтрак даже с молочком бы с удовольствием съел. Смотри, есть даже клубничные. Как говоришь? Я спрашиваю про молоко. Молоко здесь нормальное? Да, да, нормальное. Стоит нормально, 30 бат. А обычная вот такая упаковка, 27. Но это именно хлопья? Да, именно хлопья. А это гранола. А это гранола, это разная. И вот тут состав есть. Темное, шоколадное. Хочешь, перейдем с молочком, попробуем и то, и другое. Да, но только не сейчас, когда у меня горло пройдет. Я холодные напитки до сих пор не хочу пить. Молоко можно не холодное? Не, не вкусное. Это уже 10-й северн, в который мы заходим. И не могу найти треугольничек со вкусом пиццы. Блин, я его так люблю. И ни в одном магазине его просто нет. Зато появилось много других петербродов, которые я не пробовал. Ну, постепенно изучил. Катьке, опять же, не очень зашли они. А мне вкусно. Когда были в Москве, Андрей говорил, что здесь проблема с хлебом. Но выпечка тут достаточно. Выглядит все так аппетитно. Проблема с хлебом, то, что привычно, как нам, всякие, сколько у нас, какие-то, тысячи сортов. Любой вкус и цвет. Вот такого, конечно, нет. Ну, здесь все это. Аппетитно выглядит выпечка, мне нравится. Не заснел, Кать еще вот такую вкуснешку выбрала. Мне понравилась. Дорогая нет? 16 бат. Недорого. Давай, еще хочу. Да. А что у вас, да? Там, наружку. Это с вкусом бананы, там еще было клубника и шоколад. Ну, клубничная, наверное, тоже ничего. А можешь пакет убрать? Стравайское побережье сегодня. Очень красивая вода. Да. Обязательно сейчас в аптеку сгоним. Да? Вот эту пудрочку. Ну, иначе заживать будет долго. Сначала хочу переписанную обработать или хлорексидином. Что здесь найдено? Ну, я проявляю солидарность. Не купаюсь вот за столько дней. Потому что у Катюхи рано. Тебе никак нельзя вот такую соленую воду разъесться он нахрен. Либо заматывать, я даже не знаю как. Пакет. Ну, это все равно ерунда. Будет, задевает там что-нибудь. И это у тебя адская боль. Подожди, пока корочка покроется. Потом, когда корочка будет, просто я хорошо пластно и заклею. А пока что она мне считывает даже от ветра. Друзья, доброе утро. Только выполз из душа. Хотел вам немножко про быт рассказать, как мы тут живем. Ну, потому что людей все равно интересуют вопросы. Вот смотрите. Первое. У нас здесь нет стиральной машины. Как быть? Смотрите. Тут лондрии. Это прачечные. Вообще недорогие. То есть, они просят за килограмм белья 50-60 бат. Учитывая, что у нас немного вещей, это не проблема. То есть, мы накопим критическую массу и свозим все это. Постирают нам все это погладят. Соберут в пакетики. Поэтому вообще кайф. Ну, и по поводу уборки. Тут тоже все очень просто. У нас тут есть табличка. Вот такая замечательная. Makeup.ru. Мы ее вешаем. В какой-то момент времени они приходят и убираются у нас здесь. Поэтому супер-супер кайфово. По поводу еды тоже не напрягаемся. Потому что питаемся в кафешках. Вот. Давайте вам снова погоду покажу. Потому что это видос я снимаю уже на следующий день. И вчера впервые вечером я вообще ни кадрика не снял. Потому что у меня поднялась температура. Понятия не имею почему. Вот такая красота. Туч все меньше. Погода все жарче. Поэтому это очень и очень круто. Ну и по поводу своих рук. Они у меня все так же красные. Вот. И вероятно. Это всего лишь гипотеза. Я не врач. У меня температура началась от того, что я получил солнечный ожог. То есть у меня руки максимально горят. А может быть из-за того, что я простыл. Непонятно. Ну надеюсь, что сегодня мне будет хорошо. Потому что все очень странно происходило. В первый день я заболел. У меня тоже была будто бы легкая температура. Озноб какой-то я вареный весь был. На следующий день все хорошо. И вчера снова температура. Хрен его знает. Ну а у нас по планам до рабочего дня. Мы хотим сгонять в торговый центр. Мне очень не хватает часов. То есть для того, чтобы посмотреть время, мне постоянно приходится лазить и доставать смартфон. Ну и еще пару моментов. По поводу дезодоранта, который мне очень нравится. Это для пацанов инфа. Вот. Чекайте. И по поводу воск. Называется он Грунт Шмат. Вот такая упаковочка. Все, имейте ввиду. Все, жду сейчас Катюху. И поедем в ТЦ. Я в нем, кстати, ни разу не был. Максимально забавная история сейчас была. Кричит Катя из душа. Мне нужно... Ну короче, вы поняли. Женские дни. Сгоняй в суперчип и купи мне. Прихожу в суперчип. Ну там, естественно, по-английски никто не разговаривает. И я начинаю говорить, ну там, какими-то тегами. Типа проблема, проблема. Пришла одна тайка. Короче, не втыкает ничего. Позвала еще одну. Еще одну. Целый консилиум продавцов там решал, какие же нужно купить прокладки. В итоге они все там смеялись. Ну, у меня все вышло. Просто там еще на упаковках, если бы я понимал, да, что-нибудь прочитать мог. Это было бы как бы фигня. Я бы никого не звал. Но там все на тайском. В суперчипе. Вообще по-английски только вот там sensitivity написано, еще что-то. Все остальное тайский язык. На месте. Тут достаточно плотная парковка, поэтому тяжело было найти место. Приходится ждать, пока кто-нибудь выболзет. Ну понятно, у меня не так много времени сейчас будет, чтобы показать вам весь ТЦ. Поэтому только частично. Куплю часы, сходим в Макдональдс. Ну а когда времени будет побольше, мы вечерком сюда скатаемся и все-все покажем. Ой, как хорошо здесь, ребята. Прохладно. О! Колонка, как у нас тут, совсем манюненькая. 4 тысячи бат. Приколдесная. Это побольше вариант. 7 косарей. Но они дорогие, маршал. Я еще очень хочу в биг камеры зайти. Ну, давайте вас по ценам сориентируем. Mavic 3. 93 тысячи бат. Ну, 94. Mini 3 Pro. 31 косарь. Это у нас что? AS5 Lumix. 65 тысяч бат. Вот это офигительная камера Leica Q2. Что тут у нас еще есть? Соньки. А 7S3 есть? А, это как у тебя, девишка, да? 26 тысяч бат. Ну, мы в России дешевле покупали. Камера по блогерс, по нас. 21 косарь. Пойду, посмотрю, что-нибудь еще. О, в GoPro, смотри. Моя 17500. Нет, моя 18500. 11-я. А это десятка. Что-то еще прикольного. Всякие объективы. Я не знаю, интересно ли вам это посмотреть. Ла, как покажу. Сколько что стоит, не буду комментировать. Так. Media Mode. Микрофончик. 3450. Canon. Вот это обалденный. G7X Mark III. Ну, это мгновенные печати. Я, кажется, вас немного обманул. Я был в этом торговом центре. Прикольно, что тут меню вот так вот представлено. Сделают такие маляжи, и ты сразу понимаешь, что туда входит. Крутая идея. В России так не делают. Прикольный. Стимпанк. А там дальше, смотри, как это стоит. Сколько это стоит, удовольствием? Да, ради интереса глянем. Ого. 56 косарей. Тут даже есть дисплей. Не, он выглядит-то, они, конечно, потрясно. Ну, да. За такие деньги нафиг не нужны. 57 косарей. Не, выглядит круто. Что там, себе планшетик заприметила? Тут детский. Это детский, прикольно, да? Да, это такая штучка классная. И погрызть можно, да? И поиграть. Сколько стоит? 10. О, Kids Edition. Тайбойс. Ну, вот, смотрите сами. Вот часы. Блин, ну, мне такие не нужны, конечно. Это смарт, а мне нужны самые простые. Главное, чтобы не проницали и показывали время. И подсветка желательно. Самсунги. Ну, это тоже смарт-часы. Ну, они стоят от 8500. Ладно, пойдем искать дальше. Оказывается, то этот торговый центр разделен на две части. Это старое здание, в котором я был. А мы сейчас пойдем в новое. И вот там я, конечно, ни разу не был. Вообще, говорит, оказывается, он разделен на два здания. Потому что только что ему Тайка об этом сказала. Ну, когда ехали на байке, я тебе сказала, что тут два здания. Они разделены коридорчиком. Я чуть не раз слышал. Офигенно. Или не слышал тебя. Мы сейчас еще когда подъезжали, говорю, вот им видишь коридорчик, прям перед нами. Говорю, это вход в другое здание. Ты сказал, да, да, вижу. Догоняй. Догоняй. Ты не грустная? Нет. Болит просто, да, вавка? У меня все болит. У меня живот болит. Вавка болит. И больно докасаться дать можно. Зато ты на бхакете. Да. Сабай. Сабай. Оказывается, магазин прям здесь, на первом этаже. В этом магазине G-Shock только дорогие модели. Но они мне по факту-то и не нужны. Посоветовал спуститься вниз, и там есть просто Кассио. Но я уже вижу, тут столько классных брендов. Можно прям потратить нормальное время и полазить потом. Вот это будет девочкам интересно. Сколько здесь Дайсон стоит? Суперсоник. 17900 бат. Нормально. 35 царей. Я Декларанс дайду, пожалуйста. Да, давай. А, есть здесь? Да, я его искала. У нас в другом здании будет. О, прикольно. А тебе прям что-то конкретное нужно? Да, въезд мне нужно. Давай. Заодно я сейчас не буду останавливать съемку. Посмотрим, есть ли то, что тебе нужно. Знаешь, да, как выглядит упаковка? Да, конечно. Вот, она готова тебе помочь, если что. Я пока сама. Ну, я, конечно, в этом не разбираюсь. Поэтому буду ждать, когда Катюха найдет. Может, здесь есть и дезик мой? Оказывается, там только уходовая косметика. Здесь этаж, на котором все говорят на богатом. Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent. Все это здесь. Эрме, Венета. Ну, нам это все недоступно. Тратить столько на шмотки. Где чертов Кассио? Ну, явно он не здесь записался. А был магазин с часами, но Омега. Вы сами прекрасно знаете, сколько это стоит. И ролик, да. Там... Время у нас очень ограничено. Ничего страшного, если не найдем. Не хочу я бросаться и покупать себе смарт-часы. Либо дорогие G-Shock'и. А, ну, тут тоже G-Shock'и. А, вот просто Кассио есть. О, слушай, здорово. Но все равно, вот эти Baby G это женские. 4 тысячи бат они стоят. Сейчас еще посмотрю. Так, тут G-Shock'и. Тут тоже G-Shock'и. Просто Кассио. В том магазинчике я тоже ничего не выбрал. Там Baby G-Shock'и были. Но они супер маленькие. Ну и несколько моделек, но они прям совсем стрёмные. А те, которые очень сильно нравятся, они прям дорогие-дорогие. О, еще одна Big Camera. Тут их две получаются. Сейчас зайдем с котюхой, наверное, в Nike. Посмотрим, сколько стоит Forza здесь. И уже пойдем есть. Потому что по времени мы сильно ограничены. О, пойдем смотреть. Ну, всякие футбол и прочие вещи мне, наверное, не интересны сейчас. Вот Lifestyle Forza. Ой, они белые просто. Соли Кап. Не, ну тоже прикольные. Белые еще такая чуть-чуть серая подошла. Сколько стоит? 4 700. У-у-у! Как прекрасно. 9 косарей. Буду иметь в виду, я себя обязательно возьму. Пойдем еще посмотрим женские форсики. А, ну вот, пожалуйста. 3 700. Блин, вообще шикардос. Что-то я как-то... Все, мне только вот эти нравятся, эти не нравятся. Не, это классика. Вообще кайф. Ну, говорю, мне те, которые мужские, с чуть-чуть серой подошвой, тоже прикольные, да? Раньше я всегда носила, знаешь, такие более высокие. То есть я не любила такие, то есть более спортивные себе нравятся. А сейчас я полюбила. Ни разу не видел магазин Харли Дэвисса. Вот тут он есть. Ничего себе, миллион бат стоит. Пан Америка. 1250 кубиков. 758 косарей. Вот такая моделька. Пожалуйста, не садитесь. Ну, дизайн у них офигенный, да? У Харлеев. Да. Тут еще и одежда есть. Ну, понятно. Рубашки, там стопки, куртки, джинсовки. Как здесь? Там поле фона ходит. Это сидушка, и она одна такая малышка. Все, больше никого нельзя отсюда. Ну, это мотоцикл для эгоиста. Тут как бы не предполагается, что кто-то еще... Ну, тут своя посадка, да. Особый шарм, так скажем. Колеса, смотри, толстенные. Как у меня на машине. В расширении, по крайней мере. Ну, мне кажется, это очень удобно. Смотри, я вот здесь сижу, и мне держаться нужно вот так. И как это я буду так вот делать? Ну, кому-то нравится. Есть байки, кто вот так вот вверх вообще руки делает. Это на дядечек, который больше двух метров роста. Возможно. Нам с тобой это не сильно подходит. Ну, не то, чтобы мы коротыши, но... Денега. Не мое. Нет, нет. А я, да. И ты не коротыш, у тебя стандартный женский рост. 60, метр 60. У тебя 63-64 где-то так, я думаю. Я помню то, что, когда мы с тобой еще только переписывали, еще даже живу и не виделись, ты меня первым делом в рост прослеживаешь. Ну, серьезно, это так важно. Боялся, что придем, а ты на месте присядь. Ну, так буду на тебя смотреть, да? Этого боялся. Мало ли ты дылда. Тут, конечно, такой красивый Starbucks. Вообще, очень сильно нравится по дизайну. Сейчас я еще сбоку покажу. Ну, и мы идем Макдональдс съесть, а потом домой. Часы не нашел. Я у себя на канале говорила, он еще не укладывал это видео. Макдональдс здесь мне больше понравился, потому что мой любимый макчикен, который сейчас в России чикен хит, он здесь вкуснее. Они просто не могут использовать оригинальную рецептуру, поэтому немножко он измененный. И, возможно, не нравится. У нас булочки такие прикольные. Здесь прям этот кляр хрустит, классно. Здесь там соус. А еще там есть Мак Кафе, в котором безумно вкусные коктейли есть. Просто по-руде. Капунка! Ой, как здесь хорошо, прохладно. Макдональдс коктейль. А что за коктейль? Мудмиха лимон. Извини, я случайно. Ну, не, я, наверное, теплый все-таки напиток возьму. Или колу, просто колу. Колу теплую можешь пить. Настоящая зато. Но она холодная. Ну, я потихонечку. Понятно. Козел. Дело не в том, что холодная, в том, что просто это не хочешь. Кока-колу, Катю. Ты вредный, пипец. А вот и цены, ребят. Можете на паузу ставить и смотреть. То есть тут есть двойной Биг Мак сет. 400 бат почти. Но это 800 рублей. У Катюхи культурный шок. То, что здесь кетчуп надо самому наливать. Нажимай. Американ кетчуп. Да, да, это и есть Американ. А это томатик. А это и чили. Давай. Оп, все. А у тебя американский. А, ну, слушай, да. Американский надо было мне брать. Этот более темный. Я понюхну. Держи. Попробуем этот и дать. Вот это будто бы Хайнс. Такой более густой и темный. И пахнет кислинкой, да, как кетчуп. Больше уксуса, я так полагаю. Вот. И у нас Биг Маги, ребята. Как я давно тебя не видел. Как дровасик. А то, что угодно. Конечно. Здесь она, видишь, такая тонюсенькая, тонюсенькая. То, что надо. Скучал по нему. Пипец. Мне принесли мой коктейль. Есть такой еще стаканчик колы, тоненький и высокий. В сухом остатке. Биг Маг супер. А вот картошка фри не нравится. Она у нас более толстенькая. Но здесь она суховата, конечно. Потому что ломтики прям, ну, совсем тонюсенькие. Я к нашей больше уже привык. Ну, и вкусная кола тут как бы без ряда. Вот это, ребята, просто пушка. Я не понимаю, почему в России этого нет. Это клубника лимон. У нее в блендере лежало, не знаю, наверное, вот стопа клубники. Вот нам натуральные. Мне это понравилось. Ну, я отвел душеньку. Жалко только, что часы не купил. Будет больше времени. Не будет ограничений. Пролазим все, посмотрим, обязательно купим. Но уже не Кассио. Кассио не смотрел нам дорогие. Кассио... Там были просто G-Shock. Они по умолчанию дорогие. Но были не G-Shock, а те, кто эти у вас не понравились. Ну, там дизайн. Ну, реально говно. В целом, торговый центр очень клевый. Выглядит красиво. Тут много зелени. Это все настоящее, а не пластиковое. О, даже что-то капает. О, господи. Вот. Домики всякие тут под кафешки. Прикольно. Так вот в пляжном стиле сделано. Ну, и вторую часть ТЦ мы обязательно, обязательно пролазим, когда у нас будет чуть больше времени. Сейчас подожду Катюху и поедем уже домой. Давай искать свой байк. А, хотя вот он. Быстро нашли. Нас уже тут прижучили немного. Ну, ты, получается, вот туда протискивалась и об трубу, да? Нет, я, получается, припарковалась и сидела вот здесь. И пыталась, у меня даже еще плотнее было. Я пыталась с него слезть, чтобы другие байки не задеть. И к своему прижалась ногой. А тут, смотрите, как бы тема. Тут заглушка есть, да? Все отлично. Да, вон у нас труба металлическая. И вон та часть, вот эта, обожгла Катюню. И сейчас, ну, смотрите, как это выглядит ужасно. Ну, все, ребят, мы дома. Через 10 минут у меня начинается рабочий день. А я буду заканчивать этот влог. Надеюсь, он вам понравился. Завтра у нас уже будет выходной день. И там уже оторвемся и позаписываем чуть побольше. Ну, куда мы поедем, я не знаю пока. Ну, опять же, следите, подписывайтесь, комментируйте. Это очень помогает и мотивирует меня снимать дальше. Все, ребят, пока.